Вкусного всем! Посещая славянскую Адриатику, Хорватию и Черногорию, вы встретите этот пастет в большинстве канобах. Белый, нежный, насыщенно рыбный и при этом мягкий и бархатистый. Особо удивительно, когда знаешь, из какой рыбы его готовят. Мы будем готовить из филе минтая около 700 грамм. Само собой, это может быть целая тушка. Волокна большинства филе белой рыбы довольно жесткая, но благодаря этому рецепту вы получите очень-очень нежный паштет. Кроме минтая подойдет любая белая морская или даже речная рыба. Главное, чтобы это было белое мясо или возможно даже может быть скумбрия. Если у вас целая тушка, просто необходимо почистить ее от костей и внутренностей. Филе положим в форму для запекания, чуть присолим ее. Кстати, это блюдо можно приготовить из уже запеченной или жареной рыбы. Чуть притрусим сушеной петрушкой. Чуть базиликом. Чуть черным молотым перцем. Вообще, набор трав на ваше усмотрение. Все знакомые вам травы используются на Балканах. Пару листиков лавров. Пару луковиц. Нарежем крупно кружочками и переложим с рыбой слоями. Сверху кусочек сливочного масла, оно прекрасно сочетается с рыбой. Если планируете использовать паштет на протяжении многих дней, добавьте совсем немного лимонного сока или белого сухого вина. Накрыли фольгой и в духовку. При температуре 150 градусов будем запекать пару часов. Это позволит не высушить рыбу, но при этом сделать волокна рыбы необычайно нежными. Затем рыбу достаем. Немного охлаждаем. И складываем вместе с луком в измельчитель. Можно добавить около 6 ложек отвара, образовавшегося при запекании. Он необычайный вкус. Измельчаем в пюре. Так как у нас все остальные ингредиенты не влезут в одну чашку измельчителя, разделим на две части. Возьмем половинку. Добавим творог, как можно более жирный. Он придаст воздушность массе. Сметану. Будете нежно и белым бело. И смешаем все это с помощью того же измельчителя. Очень эстетично белая масса получается. Вкус будет тоже по-рыбному прекрасен. Особенно если вам нравится вкус белой рыбы. Так же поступим и со второй партии. Если на ваш вкус не солоно, подсолите. Измельчили. Украшают традиционно каперсами. Хотя иногда их тоже добавляют при измельчении. Так же добавками могут быть морковь или пастернак. Еще на этапе запекания. Но на мой взгляд они немного портят цвет паштета. Это рыбно, нежно, бело и вкусно. И как на море. Вот прямо воспоминания нахлынули. И вам к столу. Для вашего удовольствия. Приятного аппетита. А мы ждем вас вновь. Подписывайтесь на канал Корчма. И будьте здоровы.